Изначально я свой фокус разместил на женских персонажах. Я хотел, работая с Кировским Святским художественным музеем в Кирове, чуть ли не произведение Некрасова использовать, чтобы совместить литературную подоплёку с фотографическими образами Сергея Александровича. Было много всяких мыслей по этому образу, так как много крестьянских женщин изображено на его работах, поэтому были мысли даже про Некрасова. Бог же знает нас, поэтому-то и нужно полагаться в важных случаях, где свои силы не позволяют выжить, полагаться на Бог. Он говорил, что, конечно, зарабатывание – необходимость, но творчество возможно только здесь. Он мог читать, находиться среди крестьянских детей, среди крестьянской избе, и ловить тот единственный момент, который будет интересен не только ему, но будет интересен всем. И когда смотришь работы Лобовикова, то хочется сказать, что это картина Лобовикова, потому что они доставляют задуматься. Цель инфрационизма – это именно отображение момента, определенного момента. Можно даже сказать, это и от документальных фотографий, когда фотограф, что он снимает, он фиксирует определенный момент. Вы как делали этот фильм? Вы делали его для российского зрителя или для западного зрителя? И как вы понимаете, как вы понимаете, что это за западный? В первую очередь я делал этот фильм для людей, для хороших людей, таких как Сергей Александрович. Это для меня также играло особую роль, потому что у меня сложился образ хорошего человека от записок, от тех записей, которые я прочитал, и это было очень трогательно для меня. Мои протестанты сказали, что это поиск русской души. Вы начали фильм с довольно грустной записи Сергея Александровича. Я знаю. Сергей Александрович не был таким нытиком и таким, как бы вам сказать, грустным. Меланхоликом. Меланхоликом. Ну, вовсе нет. Дело все в том, что эта запись, первая ваша запись, была написана, вы там сказали, в пятом году. В четвертом году они поженились с Елизаветой Андреевной. И у них сразу родилась дочка, как это бывает, с родственной людьми, да? Вот. И она умерла. И это было время, когда они пребывали в глубочайшей депрессии. Следует сказать, что и Сергей Александрович, и Елизавета Андреевна, они дети священнослужителей. Дети священнослужителей. Поэтому характернейшей чертой этой семьи, в которой мы выросли, была нравственность. Спасибо за ваше дополнение. Я поправил запись. Скажем так, для меня первая работа, она не полностью документально, она не присутствует. Это гиперидная форма. Мы были и в Кастре, и в Гамбурге. Интересно, что в Гамбурге присутствовал министр Германии. И он, когда выступал, он сказал, для нас, логовиков, это неожиданность. Большая. И интересно, что он сказал, что он ценит логовикова. Назвал его импрессионистом русским, первым русским импрессионистом. И сказал, что с его точки зрения он гораздо сильнее, чем его коллеги немецкие. Такие работы, которые сделал Сергей Александрович, и в роде них, кто им был. И европейский менталитет сразу же сказал, что он добавил, что если бы Сергей Александрович продавал свою работу в свое время, он будет безумно богатым. Ну что я ему ответил, это все русский менталитет и желание оставаться человеком.